Бразильские ритмы на улицах Петербурга. Знаменитый нападающий зенитой сборной Бразилии Халк в рамках благотворительной акции устроил мини-концерт в центре северной столицы. Его цель собрать средства на лечение больного ребёнка, который нуждается в пересадке костного мозга. Репортаж Николая Васильева. Всего! Носа! Носа! В это сложно поверить, если не видеть собственными глазами. Всемирно известный футболист Халк зажигает горячими бразильскими ритмами холодный дождливый центр Петербурга. Очевидно, Халк получает удовольствие не меньше, чем прохожие в центре Петербурга, но этот выход на Невский проспект не ради забавы. Таким необычным образом футболист помогает тяжело больному мальчику. Артём. Единственный не случайный зритель на этом маленьком бразильском карнавале. Артёму, жителю города Тихвина, 9 лет полгода назад ему поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз или рак крови. Химиотерапия помогла лишь спасти мальчика, но для полного выздоровления необходима пересадка костного мозга. Чтобы найти донора и провести необходимые процедуры, нужно почти полтора миллиона рублей. Узнав о проблеме и о том, что Артём болеет за футбольный клуб «Зенит», Халк и вызвался станцевать на Невском проспекте, если жители Петербурга и Ленинградской области соберут необходимую сумму. Не прошло и двух недель. Болеет за «Зенит», смотрю футбол по телевизору. Хотел увидеться с Халком. Ну и как? Как танцует? Хорошо. Будет продолжение. Его коллеги по команде, как он мне сейчас сказал, поддержат его инициативу. И мы будем радовать жителей Петербурга такими сюрпризами. Ну а дети, больные дети, подопечные Росфонда, я надеюсь, будут получать в полной мере средства на лечение, которое необходимо. Танцем под дождём помощь Халка Артёму не ограничилась. Один из самых высокооплачиваемых футболистов мира ещё и пожертвовал на лечение мальчика. О сумме даже не спрашивайте. Не люблю обсуждать такие темы. Помощь Артёму для меня вопрос вовсе не финансовый. Может быть, сейчас кто-нибудь увидит, что я помог ему и решит помочь другим детям, которым наше участие жизненно необходимо. Пока Артём не может посещать матчи любимой команды. Врачи не разрешают долго быть на улице. Но после операции футболист ждёт Артёма на стадионе и в гости. На ужин в кругу семьи Халка. Николай Васильев, Сергей Ищенко, Дмитрий Лукашевич. Вести. Санкт-Петербург.